и он сто процентов клубник я думаю сейчас виталия позови рядом поговорить виталий, 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 он хочет поговорить о проходах перед ним уже выкапывая темочка я не знаю, как его звать как его, Валерий? да, да почему он отказал, вызывал рукоположитель и не стал? забоялся, он же на многих суд подает церковный какой церковный? на церковного суда вообще не знают ну как, он подает прям в суд церковный на епископов, на священников на церковных, ну ладно, бери быстрее только поэтому, что он законный, потерявший суд, да? Дворкин его записал в сектанты ну какие-то там, как-то, сектанты или кого-то, у кого Дворкин Дворкин его Новопашин тоже они на него прям, ну, оклеветали, короче а тот архиерей не разобрался есть а тот архиерей, наоборот, разобрался и понял, что ну, что его по головке не погладят, если он тут арминал рукоположник а он у нас нет цели подлезают ну, я вообще имею в виду сравнение с ними, дядя ну, путешественник зачем его рукоположили? он то на дирижабле, это, сказать, на воздушном шаре летит с водой пересекает годами в море где-то, зачем рукоположили? для пиара какого? ну, чтоб пиарил, чтоб церкви у нас и такие есть, разные у нас ну, где он в церкви-то, он медузам проповедует не, ну, архиерей будет показывать смотрите, у нас какой у нас даже охлобыстин был священником например тоже вот сумасшедший городской а почему такой бред есть? сумасшедших играет Иван Смаристин вот он о нем и говорит ну, как он был? охлобыстин вот, и у нас и охлобыстин есть у нас все есть все твари по паре а это, кстати, Владимир рукополагал который сейчас в Омске, а он был где в Легестане раньше кафедра была он там его и рукополагал зачем, не знаю я хотел бы знать а зачем этот лес тогда священник и когда знает, что он никогда не будет исполнен вот, я вопрос хочу задать, Игнать Тихо, извините вот, мы разговаривали с Валерием и он такую мысль сказал, что я говорю, а ты 7 6 слов о священстве-то читал он говорит, нет я говорю, ну почитай хорошо, почитаю но он говорил такую причину мы вот многих обличаем в том, что они каноны нарушают церковные прелюбодейную ересь там продвигают все вот такое но запрещать их некому никто не берется запрещать таких людей ну, в плане причастия отлучать от причастия которые в прелюбодействии вот это бери, только не стой да, я беру, беру и он говорит, вот я и хочу стать священником, чтобы запрещать он не сможет он не сможет неужели, неужели вот, ну это же не единственная должна быть причина чтобы быть священником это же, ну как это какая-то узкая, какая-то у него цель такая так он не сможет запрещать, его запретят просто ну где это в цели написано священник апостол Павел Тимопеев пишет проповедует во время, не во время и начинает перечислять обличение наставление, исправление больше, чем у меня обвинительных против всей патриархии минашества нигде нет в интернете а ко мне сюда на дом приезжает епископ, чтобы меня рукоположить, уговаривать значит, то не причина совсем дальше, мы сидим за столом митрополит там епископы, архиепископы в стеноде и они меня тянут просто я говорю, никак, это не мое а почему? я сейчас готовлюсь отсюда вот-то пойти священник мог тормознуть митрополит посидел, подумал, говорит пожалуй, вы правы вам кое-где ход закроют то есть к тому, что у меня есть они относятся так вот вызывает меня, допустим, архиепископ Арфаломей ташкентский все уже, все проверил на голос, все я ставлю, наконец, преграду и говорю, я близко знаком с отцом Дмитрием Дудко он является, ну, так сказать на бумаге хотя бы духовным отцом вот я книга его, подарок о нашем уповании он взял брухи и говорит маленько погодяй и говорит, идите в двор погуляйте я захожу потом я вас эту книгу заберу я вам взамен библию дам а тогда библию достать было трудно я говорю, ну, книга и библия я никогда не пойду на это мне вместо моей книги адвентиста седьмого дня библию давали я не как, потому что книга хоть моя не последняя но сравнивать с библией ну, что смеяться-то там у меня говорится об авторитете библии я отказываюсь и говорит точно так же вызвал меня специально когда священник один насмехается ну, просто кощунствует стоит двадцать пять человек он там за пятнадцать, наверное, минуты их помочил помазывает он не имеет даже мазры там мажет кофточку кумы а не ребенку лоб я после всех подошел к нему я говорю хотел вам сказать что опоздал он даже не дослушал это предложение длинное мое будет давай ребенка принес я говорю, нет а что я говорю, да вы же кощунник такой я буду архиерею писать на вас оооо во пойдем вместе со мной в ресторан ваше и там побудем как это я возьми, да напиши отвернулся 일단 вижу бесполезно А знали то, что... Ну вот Валерия, так же, как вы, как будто про Валеру рассказывать, он такой же деятельностью занимается. Что ты говоришь? И вот смотри, и архиерею мое письмо дошло, а брат у меня, церковное там что, назначено получать, он ездит туда, получает в архипископию-то. И он говорит, а брат отнес письмо, не отправил я его, а он дал. Я только спросил, говорит, он сам писал? Сам. Так он тоже написал, говорит, на подоконнике. Вызывай его, сразу рука положу. Тот приехал, говорит, иди, тебя архиерей зовет. Вот, смотри, сколько. Ну вот стали с архиереем-то говорить. Он ему три храма, любой храм вам отдаю. Я говорю, тут главное-то условие какое, что я буду учить людей, и обязательно троекратное полное погружение. Да к мне это и надо. За этим-то стоит то, что я должен против вас подняться. Я же вам подчиняться не буду. Как не будете? Ну так как? Священники сразу забунтуют. Которых они кресят, а они не крещённые. Их не перекресят, а не крещённые. Совершенно не крещённые, как Лука говорит. Крымские. Архиепископойные сынецкие-то. Он мне денег даёт. Денег. На самолёт. Я найду какого-то священника. А на вашу должность никого нету. Вот смысл-то какой. Значит, не в том, что они говорят обличают. Нет. Потому что больше, чем у меня, обличителей, ну нету просто. Я по пунктам разбираю и нападаю на них. Как говорит Портопо по вакууму, я, говорит, на Никона лаял. Лаял. Пси бредящие, лёжа не могуще лаять. Ну, в чём смысл-то, Игнать Тихонич? Вы расшифруйте. В чём смысл-то? Вот Валерию, ты дать понять. Не эта причина-то. Ну. А какая? Не эта. Не эта. Какое причувствие, может быть, какое есть? Он засыпался на этом. Один, где? Это всё такое зациклено, у разведённых. Не, они сейчас, Игнатик, они сейчас стали за торговлю тоже, это. Хватились. За торговлю. Нужно торговать нечем, всё продано. Они за торговлю теперь. Хватился. Нет, брат, не в этом дело. Я попросил. Я говорю, сделайте так, чтобы вот в этом вот, к смертникам, мне дали официальное разрешение. Ну, туда епископ, наверное, поехал. Дело-то было в Америке. В России та же самая сказка. Нет, говорит. Ходу туда нету. И всё. А я, если не священник, мне дверь везде открыта. Просто открыта. А почему? Потому что знают священники, как истуя себя ведут. Ты должен быть другим священником. Таким, каким ты был бы когда-нибудь священник. Благовестником. Искренним. Вот то, что подвергает... Игнать Тихонич, вы можете с ним по скайпу поговорить? Из дома, из скворечника. Он может здесь мне. Так вот и вы ему и скажете, приезжай. Скажи ему ты. Так я ему 20 раз говорил, ну, так, плюс-минус. Скажи ему ты. Постоянно говорю об этом. Более выгодно. Ещё бы напрашивать. Да нет. Ну вы... Он хочет с вами по скайпу побеседовать. Совершенно точно. Просто надо назначить встречу. Я позвоню ему, и он выйдет. Ну, то есть, как бы, договориться. Ты топчешь, топчешь. О времени договориться. Подходи. Понимаете, Игнать Ильич? Один выходит. Патриарх Кирилл выходит. А там в дверях кто-то кричит. Это его товарищ кричал. Вячеслав его зовут. А что патриарх отметил? Я остановился, когда он на выходе. Патриарх. Вообще удивительно. Патриарх-то оказался на высоте. Не пропустил мимо. Ему отдал отсчёт. Такую пощёчину, что... По деревке слышно. Ты знаешь, откуда это? Один такой манак был. Виталий звать. Он любил по блузицам ходить. Ну и его узнали. Наказали. Пароли. А он выздоровел, да. Опять туда же. Вот. Его там княжеский сын сильно возненавидел. Который идти пришёл покупать-то. А она уже куплена Виталием-то на ночь. И он его ударил крепко. И тот говорит, вот когда... Ты что, на небе что ли был? Он говорит, с неба привет вам пришлю. И от тебя будет такой вопль, что весь Константинополь содрогнётся. Помните, ещё было? Ну, он оттуда ему с товарищами где-то что-то разговаривал. Может быть, не в этот момент. Ну, факт тот, что подошёл ангел его там, чё-то он говорил. И влепил ему пощёчину. Видя пощёчина, там проллый провал. И он оравнивает. Почему такой смелый был тот-то? Он губернатору, кажется, был родственник. Во! Теперь его, когда доказали, архиерей говорит, ну-ка разденься. Он разделся, у него буквально клощами спина. Так чё ж ты ходил-то? Ну, теперь этих блудистых спросите. А он обкупал её и сказал, ночь-то я с тобой буду? Ты не имеешь права спать. И ей свидетельствуют о Боге. И когда он умер, все блудистые рыдали, проводали его на кладбище. Провожали. Вот что. Поэтому даже явно видно, что он откупил. И всю ночь с ней заперты. И оказали все 100% ошибки. А этот Виталий святым признан. А что Виталий? Ага, ну ты мог сказать, да не так открыто. Молчи. Не сутармин. Это разведутся. Плохая баба. Патриарх-то ему влепил пощёчину. Товарищ вот этому. Скажи, что она там. Бесестава знал. А Патриарх оставился прямо в дверях храмового, кстати. На выходе ты ответ дал. Какой дал ответ? Ну типа надо молчать было. Что ты на всю Ивановскую. Вы больше грех делаете, разношая грехи и жены своей. Да-то? Ну да, вроде такого. Да-да-да-да. Патриарха есть юмор. Мне сказали, нашёл патриарха. Ну ночью ходит собака у него, говорит, он с собакой гуляет. Кирилл, гуляет с собакой. Да я любить готов его. Настоящий человек. Ничего за человеческое. Она защищает. Он же продвижку с ней делает. Патриарх Кирилл. Да. Да какой же он молодец. А мне хотели осквернить его. Нет, брат. Я вожусь с кошками, с собаками. Так у меня не просто собаки были. Когда мы проехали 120 тысяч километров. Чемпион России. Защитно-караульная служба. Пупков Сергей хозяин на меня перевёл собаку. Защипировали её. Чё с ней? А чё в итоге-то с псом? Я о чём говорю? Что не рукоположили его, он не говорит причину. Они видят, ну зачем, что там будет делать он? А если бы то, что он говорит, обличение, перетягивает его недостатки, даже разговаривать не стали бы. Вот представьте, на дом ко мне сюда приезжает епископ, чтобы меня рукоположить, потому что я готовлюсь в Америку ехать. Там сидим за столом. Я легко доказал им, что это не моё. Причина во мне. Вот у меня брат священник, прежде чем он стал священником, а они там собираются, в Кочегарке работают, при храме. Ну, в Массибирске-то. Ну и там где ещё бывает. Александр Пьевоваров помогал, кандидат богословских наук. Вот какая штука-то. Мы вместе три брата учились и заканчивали на дому семинарию. Павел тоже был. Так что Фусармин здесь скрывает. Они, кроме его вот этого, он обличает, ничего не получает. А если обличает, он знает, что я сражаюсь с ярыми противниками, то эти мои недостатки, так назовём их, что я там патриарх, они посчитают, как говорят, это меньше перетягивает. Притом не один раз меня пытались только полагать в разных местах, в разных епархиях. Знаю практически всё про меня. Не то, что они хорошие или плохие, не об этом. Дело в том, что недостаток этот, завтра не дотягивает того, что они могут получить. Да ни с кем нельзя. Вот если новое здание ещё выйдет у нас, в личном православии, там ещё... Серьёзно всё это? Я гляжу, как же Ивана Грибанова не захватили этого? А он приедет? У него отпуск ещё, не дали отпуск. Отпуск у него позже начинается. А приедет он попозже? Отпуск позже. Десятого. А у нас что получается? Четырнадцатого экзамена. Да, успеет. Так он же крещён или он? Он крещён. Он крещён, да. Крещён. У нас кто не крещён, то тут мало людей вообще. Мне нужны вот снимки. Кстати, Николай вот, вообще не крещён. Он даже, он всё равно до конца не... Виталия. Какой Николай? Ну какой? Сироткин. Он до конца не знает, крещён он или нет. Он заберёт шкурить. Есть сомнения, короче. Он считает, как бы, что крещён. Есть сомнения, вот. Как считаете, хватит на сегодня ягод? Хватит, хватит. Николая примерно такая тема вот. Да хватит, ты ещё сходим потом. Не хватит или хватит. Хватит, хватит.